В молодежном поселке работа кипит уже с 9 часов утра. О предстоящем субботнике жители известились заранее, поэтому желающих выйти на уборку улиц оказалось на порядок выше, чем ожидали. Участие в производственной гимнастике принимали целыми семьями. Антон, а ты что делаешь? Убираюсь. А у тебя в руках как называется? Крабля какая-то. Мы когда вышли, можно было просто нам стоять держать мешок, а дети нам помогали, все это дело собирали. И за 10 минут они буквально два мешка на мусор насобирали. Самостоятельные помощники? Да, они помогали нам. Хорошо. И если малыши помогали родителям, то ребята постарше старались на благо команды. 11-летний нападающий местной футбольной сборной Дмитрий на субботник вышел раньше взрослых. В его интересах подготовить поле к игре. А мы в футбол постоянно играем? А так невозможно в футбол играть, везде трава, мусор. Следующие на очереди – дамы. В их нежных женских руках грабли, а на голове подходящая экипировка. На самом деле здесь ничего сложного нет. Вот грабли, экипировка, маска, перчатки. Ну и желание жить в чистоте. Помогала даже погода. В солнечный день работать граблями куда веселее, чем в непогоду. Субботник едва ли не единственное, что может сплотить всех соседей друг с другом. А главное – задать хорошую мотивацию для поддержания чистоты в дальнейшем. Хочу поблагодарить неравнодушных жителей, которые реально болеют за чистоту, за сохранность нашего поселка. Хочу им сказать спасибо. Хочу поблагодарить ГБУ «Семья», наши Минсоцзащиты, за то, что тоже в стороне не остались от такого события. Хочу поблагодарить администрацию Волгинского района за предоставление самосвала. Чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Итого за день уборки вывезли почти 10 самосвалов с мусором. Порядок навели на всех улицах, а это на минуточку. Более 250 домов. Поддерживать чистоту будут жители и обслуживающая организация, которая вот-вот возьмет дома в поселке Молодежный на содержание. Юлия Пермякова, Андрей Дармаев. Новости дня. Иволгинский район.